Реклама – двигатель торговли, но временами она больше напоминает войну, которую экономика ведет против людей. Что противопоставить недобросовестной рекламе? Как решаются аналогичные проблемы в странах-участницах Союза независимых государств? И какова роль общественных организаций в обеспечении достоверного информирования потребителей? Эти и другие вопросы обсудили на заседании Межгосударственного совета по антимонопольной политике и Консультативного совета по защите прав потребителей. Несмотря на разногласия и споры, которые то и дело вспыхивают на постсоветском пространстве, у стран-участниц СНГ гораздо больше общего, чем можно себе представить. Транспорт, энергетика, культура, наука. А еще у нас общее рекламное поле, на котором надо играть по правилам, одинаковым для всех. Чаще всего нарушается право потребителя на достоверную информацию. И примеров участники совещания привели множество. Один из сотовых операторов настойчиво предлагал смартфон по приятной цене. И выяснялось, что данная сумма действительно была таковой, но при необходимости обязательного подключения ежемесячной платы как минимум на два месяца. Соответственно, цена товара была очевидна не та, которая заявлена в рекламе, а соответственно составляла большую сумму. Данная информация была доведена до потребителей, ну формально была, поскольку в рекламе в телевизионной были мелким текстом написаны дисклеймеры, которые и очень недолгое время присутствовали в рекламе, и очень мелким шрифтом приводились, соответственно они не воспринимались. Дискуссия специалистов, хорошо понимающих друг друга, развернулась вокруг рекламы безалкогольного пива. Анна Попова напомнила, кадровый состав Роспотребнадзора в основном врачи, и проблемы алкоголизации населения их волнует ничуть не меньше, чем Минздрав. Между тем, производители рекламируют не столько 0 градусов, сколько сам пивной бренд. Мы видим обратное, мы видим продвижение бренда пивного, алкогольного, используя уловку 0%, поэтому я бы вот о чем вас попросила, еще раз обратиться к этому вопросу, если можно, и если нужны какие-то экспертизы, не знаю, психологов, наркологов, людей, которые имеют специальные знания, мы готовы помочь всем, чем мы можем помочь, если вам наша помощь нужна. Мы оценим вот это воздействие на публику с точки зрения восприятия, и действительно, спасибо огромное за предложение привлечь психологов, я думаю, что мы проведем еще и соцопросы, с тем, чтобы понять, насколько действительно потребитель воспринимает этот 0 как 0. Отдельная тема – мелкий шрифт. Единственная возможность наказать производителя за ненадлежащую форму подачи информации, когда реклама идет по телевидению. Здесь УФАС категоричен, невоспринимаемая информация признается отсутствующей, а вот на этикетках с продуктами печатать можно любым шрифтом, даже если потребитель не сможет прочитать его проблемы, информация есть. Словом, вопросов, требующих обсуждения консолидации, достаточно. Программа фестиваля включает множество дискуссий круглых столов. Вполне возможно, что какие-то решения будут найдены уже в эти дни. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика.